Всем привет! Это Прикидка и с вами снова я, Махмуд. Сегодняшний выпуск будет немножко более серьезным, чем предыдущий. Он посвящен спортивному залу тяжелой атлетики в Российском государственном университете физической культуры и спорта РКУФК. Кто учился, тот знает. Пользуясь тем, что я там периодически бываю, я решил сделать небольшой обзор этого спортивного зала, рассказать про историю, потому что именно с точки зрения истории тяжелой атлетики это на самом деле очень важное место. Спортивный зал в университете был для своего времени очень продвинутым. Там много инноваций, можно заметить даже сегодня. К сожалению, большинство из которых более не использовались после Олимпийских игр 1980 года в Москве. Служил он как тренировочный зал для спортсменов, которые жили в гостиницах. И, естественно, они приезжали раньше на соревнования, и некоторое время им требовалось тренироваться на месте. И вот здесь я хотел бы заметить важную деталь. Понятно, что когда готовится домашняя Олимпиада, то спортсмены сборной страны, проводящие эту самую Олимпиаду, имеют возможность некоторое время тренироваться на готовых новых объектах. Поэтому можно с полной уверенностью говорить, и да я это точно знаю, что на том оборудовании, которое вы сейчас увидите, занимались наши легенды, наши великие спортсмены, такие как Василий Алексеев, Давид Риггерт, Юрий Кварданян и все остальные. Более того, это то самое место, где снимались советские учебные видеофильмы, которые вы до сих пор смотрите на Ютюбе. А также большинство книжек по тяжелоатлетике, я имею ввиду научную литературу, основаны на исследованиях, которые проводились также в этом зале. Там до сих пор проводятся исследования, правда не в таком масштабе, как раньше. Однако это является как раз таки тем самым местом, которое дало научный материал для тяжелоатлетов всего мира. Продолжение следует... Здоров! Приветствую, приветствую! Вот этот самый гриф, возможно, держал в руках сам Леонид Тараненко или Юрий Захаревич. Масштабное переоснащение объекта не проводилось с 80-х годов, поэтому все же я за оригиналью. Сегодня данное помещение служит качкам, которые качают бицепс, и студентам, любимым занятием которых является перехагивание через данные святости. Профессиональных спортсменов здесь увидеть довольно сложно, они туда просто не ходят. Кроме того, здесь есть девайсы, которые создавались специально на заказ, и нигде их больше найти невозможно. Это и наборы палок для разминки, по 7 килограммов, если не ошибаюсь. Это тензоплатформа для определения силовых параметров чемпионов, она используется по сей день. И вот такие вот оригинальные плинты. Эти плинты регулированные, регулируются они с помощью винтов по высоте, и их довольно много. Нигде таких больше я не видел, если кто-то видел, то отпишитесь в комментариях. Стойки здесь самые мощные, основательные и удобные, которые я только видел. Обратите внимание, каждая пара стоек оснащена дополнительными кольцами, в которые можно продеть палку железную. И также напротив каждой пары стоек висит скамья в вертикальном положении, торец которой имеет ковшообразную форму. Внимание, загадка. Угадайте, что это за скамья, и зачем она нужна, как она работает. Ответ вы увидите в следующем видео. А вот этими дисками пользовался сам дедушка Власов. Думаю, что такие диски по 50 килограммов можно найти тоже не в каждом зале. Присылайте свои видео с тренировок и соревнований по электронному адресу, указанному вот здесь. Не забывайте подписываться, ставить лайки, вопросы пишите в комментариях. Это была Прикидка. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова